Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава книги Иова, маленькая совсем и такая несимметричная. Вот мы говорили в 24 главе, что там, на мой взгляд, может быть, я не прав, при переписывании текста немножко перемешались реплики Иова и друзей его, потому что тут одновременно его слова, что злодеи процветают, злодеям бог дает безопасность, прямо вот чередуются без какого-либо перехода с тезисами друзей, да нет, злодеи очень скоро погибнут. Но мы этого точно не знаем. Во всяком случае, Белдадес Шуха — это второй друг Иова, и поэтому он говорит, как всегда, вторым после Элифаза в промежутке речи Иова непосредственно. И его тезис прежний. И вот то, что эта глава такая короткая, тоже значимая вещь. Давайте я просто всю речь Белдада прочитаю сначала. Так отвечал Белдадес Шуха. «У него, у Бога, и власть, и страх, на высотах своих он дарует мир, нет числа воинством его, над кем его свет не восходит. Как человеку пред Богом оправдаться, рожденной женщиной будет ли чист? Смотри, даже месяц меркнет, и звезды не светлые перед ним, а тем паче человек этот червь, рот людской, козявки эти». Так Белдад отвечает общими словами. «Вы знаете, казалось бы, что такого в этой главе? Он бесконечно повторяет одни и те же аргументы, и они уже все прозвучали. Зачем их привести еще раз здесь, захотел автор? Мне кажется, для того, чтобы показать, когда у человека кончаются аргументы, он начинает говорить благочестивые общие фразы. Вот ни к чему не придерешься, а смысла ноль повторения просто каких-то богословских прописных истин, что свет Божий надо всеми, что человек нечист с самого рождения, что звезды недостойны Бога, но тем более люди, и что? И вот зацикленный на одних и тех же фразах Белдад повторяет, повторяет, повторяет. Не только он, но другие друзья тоже. Иов на это, конечно, ответит, и ответ будет как раз ярким контрастом к этому набору общих мест. Это будет 26 глава.